Сегодня я расскажу вам как играть в игру не закоротить цепь. Это обучающая основам электротехники логическая игра на двух-трех человек. Для начала вам нужно создать игровое поле. Для этого вам понадобятся две планки верхняя и нижняя с батареями и ограничивающие, а также специальные жетоны поломок, которыми мы ограничиваем поле справа или слева. Жетоны у нас двухсторонние, то есть с одной стороны у нас цветные элементы, с другой схематические. И вам вначале нужно выбрать каким видом вы будете играть. То есть вы будете играть либо цветной стороной, где элементы более-менее приближены к реальным, либо вы будете играть схематичной стороной. Как видите, жетоны не совпадают, поэтому угадать какой элемент находится на какой стороне, видя только обратную сторону, достаточно сложно. Создаем игровое поле. Для этого берем жетоны, перемешиваем их и выкладываем не игровой стороной, мы будем играть цветной стороной, то есть выкладываем схематической стороной справа и слева игрового поля. Если вы играете вдвоем, в нашем случае я буду рассматривать игру на два игрока, то вы выкладываете поле, состоящее из шести рядов. То есть я вот выкладываю поле с одной стороны, и также выкладываю жетоны с другой стороны. За счет того, что жетоны выкладываются в случайном порядке, вы каждый раз получаете новое игровое поле. Так как мы играем вдвоем, у нас осталось два жетона. Мы их уберем к остальным жетонам, которые будем использовать для построения наших электрических цепей. Сверху мы ограничиваем поле планкой. Если у вас есть две планки батареи, вы можете положить их и снизу, и сверху, и получить больше вариаций для игры, больше возможностей для построения цепей. Вот эти жетоны можно будет, если вы их вытянете, положить вот на эту планку. И получить дополнительные точки входа-выхода ваших цепей. Далее вы определяетесь цветами игроков. В нашем случае мой соперник будет красный, поэтому он будет играть. У него берутся специальные жетончики с очками красного цвета. Я буду играть, свечение, я буду играть, соответственно, синими. Также отдельно выкладываете карточки коротких замыканий. Это минус два очка. Они будут являться штрафами, если игроки неправильно просчитают цепь и устроят короткое замыкание. Жетоны карточки элементов тоже двусторонние. Мы будем играть цветной стороной, поэтому вы их можете либо положить в коробку и перемешать с схематической стороной, либо сложить их в специальный мешочек, чтобы доставать их вслепую. Если вы играете без мешочка, то вот эти карточки поломок, я их назвал жетонами вначале, на самом деле, это карточки, можно убрать из игры. Почему? Потому что если они будут лежать в коробке, то их сразу видно и их легко вытащить. Ну, можете оставить, потому что вы не знаете, какие там элементы находятся, если вы их не посмотрели. И на игровой процесс это сильно влиять не будет. В моем случае я это вложу в мешок, поэтому это будем доставать совершенно случайно. Далее каждый игрок набирает по три карточки с элементами. Берет их вслепую, то есть вот так. И в моем случае я получаю три проводника. То же самое делает мой соперник. Он также берет три карточки. И у него получается два проводника, скрещивающиеся угловой и диод. После этого начинается сама игра. Вы переворачиваете правый и левый ряд поломок карточек. И получаете ваше текущее состояние робота, которого вы должны починить. Важный момент. Цветная полоса должна будет смотреть наружу. Потому что с этой стороны вы будете подсоединять ваши проводники или элементы и строить электрические цепи. Так, мы посмотрим на наше поле игровое. То есть мы имеем здесь батарею с положительными и отрицательными выходами источника питания. Мы имеем здесь выводы питания. Соответственно положительные и отрицательные с боков поля. Мы имеем лампочку, которую мы можем зажигать и за которой будем получать очки. Мы имеем светодиод, который также вы сможете зажечь и получить очки. Но обязательно в условии светодиод зажигается через резистор. Либо через другой элемент, который играет роль этого резистора. То есть другой светодиод или лампочку. Мы имеем оборванный провод, с которым никуда он не подключен, то есть получается здесь тупик. И мы имеем выключатель, он находится в нейтральном положении, поэтому нам необходимо будет специальной карточкой его активировать, то есть на плюс либо на минус. То есть сейчас он не подключен. Вы положите на него карточку и его активируете. Начинаем игру. У вас есть три возможных действия. То есть вы можете выложить элемент на игровое поле, вы можете отправить элемент сброс и взять новую карточку из доступных элементов. Либо вы можете пропустить ход. Но помните одну вещь. Если каждый игрок пропустит по ходу, игра закончится. Поэтому это не выгодно. Если вы сбрасываете ваш элемент, то есть отправляете его в сброс, берете новую карточку, у вас же ход тоже заканчивается. Ну, я поступлю проще. Я выложу вот такой угловой элемент на поле. Вот таким образом. Мой соперник тоже может сделать такие действия. И у него оказывается еще один угловой элемент. Он его тоже выкладывает. Мы получили замкнутую цепь. Но проверяем. Смотрите. Плюс в плюс. То есть лампочка не загорится никак в этом случае, потому что мы плюс получили к плюсу. Короткого замыкания мы не получили. Короткое замыкание это когда у нас идет ток от плюса к минусу. И нет никакого резистивного элемента. То есть в нашем случае лампочки либо светодиода. Если будет резистор, он перегреется и тоже устроит короткое замыкание. Поэтому не соединяйте плюс-минусы ни в коем случае, иначе вы получите штраф. То есть в данном случае игрок не дал построить какую-либо электрическую цепь. И никто очки не получает. После этого игроки добирают по одной карточке. Так. Ну, мой следующий ход. У меня опять три элемента. Я попытаюсь теперь подключить какие-нибудь другие элементы. То есть нам в моем случае надо провести к этим лампочкам минус. Либо подключить вот этот светодиод с этой лампочкой. Ну, я выложу вот угловой проводник вот сюда. Так, мой соперник тоже решил попытаться счастье и вкладывает проводник вот сюда. Следующий ход. У меня три карточки на руках. Вот, видите, переключатель. Я его пока оставлю. Вот сейчас достаточно сложная ситуация. Почему? Потому что если я выложу прямой проводник, а у соперника будет также прямой какой-нибудь проводник, он получит очки. Проблема в том, что вот с правых и с левых колонок, то есть где идут карточки поломок, жетон очков не убирается. То есть это нельзя переиграть. Если здесь вот получили очки, то неважно, если разомкнется цепь, не разомкнется, что-то изменится, у вас эти очки останутся. Они не сгорают. Поэтому нужно продумать ход какой-нибудь правильный. И здесь, опять же, вот здесь нельзя соединять, тогда светодиод сгорит. Я попытаюсь пойти с другой стороны. С другой стороны. И положу вот сюда такой крестообразный элемент. А, вот смотрите, здесь короткого замыкания тоже не происходит. Вот здесь получается минус-минус. Неважно, если вы вот любую линию проведете до плюса, то это считается как просто подключение к минусу. Так, мой соперник тоже боится, поэтому решает ввести линию тоже дальше. Он выкладывает диод. Диод пропускает только в одну сторону. То есть от плюса к минусу. Поэтому минус у нас вот с этой стороны. он выкладывает его сюда. Следующий ход. Мне приходит резистор. А моему сопернику пришла лампочка. И он решает пойти ва-банк и выложить вот такой скрещивый элемент. То есть, смотрите, здесь проводники не пересекаются. Поэтому это как бы две параллельные, получается, линии идут независимо друг от друга. Он выкладывает вот сюда элемент. А я перед этим выложил вот сюда. То есть сначала я вот сюда должен выложить элемент, потом вот он должен сюда выложить свою карточку. Мой ход. У меня вот есть вот такие элементы. Мне нужно, я могу замкнуть вот эту электрическую цепь. То есть замкнуть минус на плюс. Что мне выгоднее? Если посмотреть таблицу очков, если я поставлю диод, то я получу схему из лампочки и светодиода. В этом случае получаю три очка. Если я сюда положу резистор, то я получу схему из лампочки, резистора и светодиода. И я получу только два очка. То есть по одному очку за каждый элемент. Поэтому я выкладываю диод. Его надо выложить правильно. То есть от плюса к минусу. Вот сюда. И у меня цепь замыкается. Цепь не коротко замкнутая. Есть лампочка, есть светодиод. Я получаю. Можете подсматривать в таблицу. То есть я вижу, что у меня в цепи лампочка и светодиод. Поэтому за светодиод я получаю два очка свечения. А за лампочку я получаю одно очко свечения. У меня соперник пока вариантов не так много. Поэтому он выкладывает, берет вот такую лампочку и ее выкладывает вот сюда. Продолжаем игру. У меня на руках вот такие карточки. Я теперь тоже буду думать, что делать. Вот здесь ничего не поставить. Здесь нужно либо положительную шину выводить, либо убирать какой-то элемент отсюда. Ну и есть шанс вот эту линию построить. Поэтому я попытаюсь им воспользоваться и положу сюда вот такой элемент. Соперник имеет угловой элемент. Ему везет. И он замыкает цепь. То есть видите, вот ее цепь от плюса к минусу. У него две лампочки. Значит по схеме он получает по одному очку за каждую лампочку. Так, вот теперь у синих три очка, у красных по одному очку. Игра идет до восьми очков, либо до тех пор, пока не кончится карточка, либо пока все не спасают. Ну и продолжаем игру дальше. У меня есть резистор. Я его подключу к светодиоду на всякий случай. Потому что резистор достаточно редкий в игре. А у соперника у меня есть три проводника. И у него вариантов здесь не так много. Поэтому он пытается теперь отрицательную шину подвести тоже к этому светодиоду. То есть укладывать таким образом. То есть видите, минус. Сюда идет минус. Здесь у нас ничего нет. Минус тоже идет отсюда. Т-образный перекресток проводников идет. Если вот так замкнуть цепь, то мы тогда минус подключим к плюсу. И светодиод у нас загорится. Причем через резистор, поэтому он не сгорит. Так, ну у меня карточек тоже не так много получается. Я решаю чуть-чуть навредничать. То есть я эту шину чуть дальше проведу. Ну соперник решает поступить так же. Он берет так же горизонтальный проводник и шину ведет дальше. Опять же все берут по одной карточке. Так, мой ход. Я решаю завернуть. То есть у нас уже идет минус, 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 минус сюда. Так, теперь ход соперника. У него, на мою виду, оказывается т-образный перекресток. Он его ставит. Все, теперь проверяем цепь. Минус сюда, 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 сюда. Через резистор светодиод. Светодиод загорается. И красные получают два очка. Следующий ход. Опять же все берут по... Добирают карточки до трех, которые у них есть. Здесь надо теперь думать, что делать. Почему? Потому что у нас почти нет вариантов. Ну, вариант есть подключить вот эту лампочку. Поэтому я кладу сюда вот такой проводник. Ну, соперник решает, почему бы и нет. И кладет сюда тоже вот второй проводник. Опять же, следующий ход. Все добирают по карточке. Мне приходит паяльник. Паяльником вы можете выпаять любой элемент, который есть на поле. И после этого сделать ход. То есть, я попробую выпаять вот этот элемент. То есть, я беру вот угловой проводник. Выпаиваю его. Я карточку забираю себе. Паяльник отправляется в сброс. Здесь, какой вариант. Соперник может замкнуть вот эту цепь. Но очки он уже не получит. То есть, очки он уже получил за нее. Поэтому он пытается замкнуть новую цепь. И кладет этот образный элемент сюда. У меня три карточки на руках. Я не добираю. У соперника две карточки. И он добирает цепь. И я кладу угловой элемент. Смотрите. Цепь еще раз замкнулась. Если вы еще раз замкнули цепь. То есть, если вы разомкнули цепь. Вы пересчитываете только вот эту часть игрового поля. То есть, убираете жетоны очков. Если вы замкнули цепь заново разогнутую. Где элементах уже лежат жетоны. То вы получаете их заново. То есть, видите. То есть, нельзя получить снова дополнительный жетон. Но может получить жетон другого цвета. То есть, на эти лампочки я кладу свои жетоны. Получается у меня. Один, два, три, четыре, пять. У соперника. Один, два, три, четыре очка. А мой соперник замыкает вот эту цепь. Как бы. На деле она не замкнула. Почему? То, что выключатель. Он никуда не переключен. И чтобы получить очки за эту цепь. Нужно его поставить на плюс. Так, следующий ход. Каждый у нас берет по элементу. Смотрите. Он оф. Я воспользуюсь этим моментом. Я кладу переключатель сюда. На плюс. Замыкаю цепь. И получаю за лампочку два очка. То есть, все верно. Минус. Плюс. То есть, минус. Никакого короткого замыкания. Получаю два очка. Считаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мне не хватает одного очка. Что делает мой соперник? У него тоже есть переключатель. Он размыкает выключатель. И замыкает его снова. И также получает два очка. То есть, вот этой карточкой вы можете переключить. Либо включить для себя выключатель. То есть, вы сбрасываете карточку другого игрока и ставите свою. И он также получает два очка. И у него теперь один, два, три, четыре, пять, шесть. То есть, разница у нас в одну очку. Развязка уже близится. Мы берем по одной карточке. У меня вот такие элементы. То есть, это фотодиод. Он будет работать, если на него будет светить лампочка. Вот сверху или снизу, где-то рядом находящийся. У нас на поле таких нету. Поэтому я либо могу поменять элемент. Вот этот. Я могу поменять элемент. Либо спасать. В нашем случае здесь достаточно трудно что-то сейчас сделать. Почему? Потому что у нас элементов на поле мало. Но можно будет либо вот такой элемент положить. И вот эту цепь замкнуть, не дать сопернику что-то сделать. Либо положить вот такой элемент, к примеру. Тут вариантов решайте сами. Я попробую поменять вот этот фотодиод на другие элементы. Я его отправляю в сброс. И беру дополнительную карточку. Мне попадает лампочка. Причем лампочка попадает достаточно хорошая. Почему? Потому что ее можно положить сверху. Я ее вот кладу сюда. У моего соперника, у моего соперника, есть вот такой элемент. И он может сделать вот так. Что происходит в этом случае? Цепь замыкается заново. Цепь замыкается заново. То есть добавляется новый элемент. Теперь в цепи две лампочки. То есть лампочки уже светят в полсилы. То есть мы рассматриваем все цепи как последние. На самом деле она параллельна. Мы рассматриваем как последние. И получается, что у нас вот цепь. И к ней к минусу подключены две лампочки. Друг за другом считаем. Мы не рассматриваем параллельное соединение. Если бы у нас цепь поменялась вот в игровой зоне, то есть лампочки находились бы здесь, мы бы пересчитывали очки. В данном случае мы не пересчитываем очки. Мы считаем, смотрим, сколько очков мы получаем вот за вот эту лампочку. Две лампочки у нас, которые соединены друг с другом, получаются по одному очку. Вот эту мы не пересчитываем. Хотя вот здесь получается, что каждая лампочка светит на одну очку. А красный игрок получает вот сюда одну очку. Теперь у красного игрока 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 очков. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 очков. То есть уже одну очку отделяет нас от победы. После этого мы берем опять по карточке. И продолжаем игру. Так, ну еще не все потеряно. Я выкладываю лампочку вот сюда. Почему не все потеряно? Потому что есть шанс довести вот эту схему до какого-нибудь минусового провода. Минус у нас вот есть вот здесь. Если мы подключим вот сюда, то мы получим цепь, состоящую из лампочки, резистора и светодиода. И это нам даст одно очко за лампочку. Второй игрок решает так же, что почему бы не попробовать. И начинает строить цепь с другой стороны. Так, берем опять по карточке. У меня есть угловой элемент. Я выкладываю сюда. У игрока есть вот такой элемент. Скрещивающиеся проводники. Он его кладет сюда. Так, теперь нас от построения схемы, от подключения к плюсу и минусу, отделяет всего лишь один элемент. И теперь будет очень важно понимать, кто сделает победный ход. Так, мы берем по элементам. Так, у меня он-ов, два резистора. Если я положу резистор, я получу схему из двух резисторов, светодиоды, лампочки. Все, она не будет рабочей. То есть, у нас не будет хватать напряжения, и у нас не загорятся ни лампочка, ни светодиод. Поэтому я попытаюсь поменять вот этот резистор на другой элемент. Так, у соперника тоже не лучше. У нас светодиоды и лампочки. Если он поставит сюда светодиод, он получит два светодиода резистора. Очки за этим не получаем. То есть, у нас максимум тройные элементы получают очки. И он также рискует, меняет светодиод на новый элемент. Следующий ход. У меня здесь светодиод, резистор и переключатель. Неинтересно. Если я здесь переключать, отключу, ничего не изменю. То есть, очки я не получу заново. Но, опять же, вопрос, почему я не получу заново. Смотрим, вспоминаем, что если мы размыкаем цепь, а потом замыкаем заново, и у нас не лежит жетон на поле, на боковых гранях этих линиях, то есть, сверху, с боков, то мы его получим. То есть, я размыкаю вот эту цепь. Все, разомкнул. Эти жетоны не убираются, свечение. И замыкаю заново. Что получается? Я зажигаю вот эту лампочку, получаю одну очко. И считаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть, все распространяем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь очков. Я победил? У каждого игрока, после того, как кто-то набирает восемь очков, есть по одному ходу. И поэтому еще не факт, что я победил, потому что игрок может что-то сделать и также либо довести игру до ничьей, либо провести какие-то изменения на игровом поле и убрать на меня эти очки. Что делает у нас игрок? А он выкладывает прямую. Замыкает цепь. Смотрите, плюс. Вот это плюс. Это у нас как бы плюс. У подключены элементы два. И минус. То есть, получается, у нас есть светодиод через резистор и лампочка подключены. Все верно. Цепь не коротко замкнута. То есть, коротких замыканий не наблюдается. И он получает, если посмотреть по схеме очков, одну очку. И у него один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь очков. Так я восемь уже набрал, я не могу сделать теперь ход. Игрок тоже набрал восемь очков. Играем мы вдвоем. Боевая ничья. Победила дружба.